Здесь все-таки речь шла о том, что сегодняшняя ситуация в России, в экономической доселе, достаточно сложная, менее хочется это комментировать. Мы старались учитывать все стороны заинтересованности предприятия, в том числе жизненный уровень горожан. И поэтому та цена, которая сейчас установлена на РЭКом, 26 рублей, она, конечно, меньше, чем та, 31, которую просили муниципальные предприятия. Но и РЭК, и городская администрация посчитала, что эта величина может быть действительно реально экономически обоснована и с учетом сегодняшней ситуации, по крайней мере, не вызвать большие проблемы у горожан. Здесь еще нужно сказать другую часть, ведь та разница между стоимостью, которую получают перевозчики за перевозку пассажиров и той реальной себестоимостью, она покрывается в основном практически во всех городах России и в том числе в Европе с помощью дотации разного уровня бюджета. Если, мне не изменяет память, во Франции это доходит до 70% датируется, в Германии бывает до 50%, даже в наших городах России называют то же самое Новосибирск или Челябинск, с чем нас обычно сравнивают. Там уровень дотации бюджета, вот эта разница выпадающих доходов, она достаточно отличная.